С магазинных прилавков могут исчезнуть средства для мытья посуды, кремы и влажные салфетки. Этого опасаются в ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены. Дело в том, что первый день лета принес изменения в алкогольный закон. Сегодня вступили в силу поправки, которые снижают долю содержания спирта в составе бытовой химии с 1,5 до 0,5%. Другими словами, для того, чтобы производить и продавать освежители и очистители с превышающими показателями, отныне нужно получить лицензию. Росалкоголь-регулирование. Изменился ли ассортимент с появлением новшеств в законе, узнала Светлана Урванцева. Поправки в антиалкогольный закон вступили в силу сегодня. Но, как видим, к дефициту товаров это не привело, и полки в магазинах не пустуют. На стеллажах одного из крупных омских супермаркетов сегодня визуально та же продукция, что и несколько дней назад. Заранее, еще до изменений в законодательстве, мы уже ходили в магазин, чтобы найти те товары, доля спирта в составе которых больше полупроцента. Оказалось, такой продукции достаточно. Этилового продукта много в средствах для мытья стекол, лаках для волос. Антистатики вообще особо крепкие. Спирта в них больше 30%. Перебор. Услышав про скорые изменения, домохозяйка Кристина Потапова читает состав ополаскивателя для белья. Девушка волнуется. Вдруг 1 июня это средство она уже не найдет. Как-то будем выживать. Как-то же раньше жили. Хозяйственное мыло? Ну да. Свои запасы все будем доставать, какие есть. Я думаю, что в грязи мы не утонем. Дело не в спирте. Раньше обходились. Но сейчас, конечно, более эффективные вот такие вот средства. Думаю, что заменители спирта тоже есть. Поэтому пусть промышленность думает над этим, как перейти, чтобы не отставать от качества. Эффект был тот же самый. Покупательницы не зря так спокойны. Переходить на хозяйственное мыло им не придется. Практически все современные средства чистят по принципу «провел тряпкой и ржавчины нет» вовсе не из-за спирта. Товароведы крупной сети супермаркетов, которыми владеет Виктор Шкуренко, почитали, какое количество товаров 1 июня нужно будет убрать с полок. Цифра маленькая. Я хочу всех успокоить. Попадает не более 1% продукции. Почему? Потому что помимо поправок, которые были приняты в закон, об уменьшении спирта с 1,5% до 0,5% в продукции пищевой и не пищевой, там есть целый лист исключений касательно бытовой химии и косметики. В список исключений попадают, например, аэрозоли в жестяных упаковках. Их не выпьешь. Хотя и тех, кто бы пришел в магазин догнаться лосьоном после бритья, врач-нарколог Олег Тарасов представить себе не может. Скорее всего они пойдут, купят различный суррогат алкогольный, именно при помощи которого достигнут дальнейшего алкогольного опьянения. Но я еще раз повторюсь, что таких пациентов, которые бы систематически либо разово употребляли бытовую химию с целью достичь опьянения, таких пациентов я не встречал. Новая редакция алкогольного закона усиливает контроль за спиртосодержащими товарами. На поставку продукции, где спирта больше полутора процентов, нужно будет получить лицензию. Сегодня с полок в этом отделе, например, убрали только освежители воздуха, которые не были лицензированы, но содержали спирта больше полутора процентов. Одно наименование. Чтобы вернуть их в продажу, не получая разрешительных документов, производители также могут поменять рецептуру. И, как говорят эксперты, возможно, это будет даже проще и дешевле, чем обращаться в Росалкогольрегулирование. Светлана Урванцева, Андрей Кузьмин, Александр Филиппов, Сергей Гаврилов. Антенна-7.